Ну что, начался новый день, и поехали, как говорится, с новыми идеями. Моя любимая фраза, что Богу меня любит, я ее использую иногда, когда я открываю книгу и нахожу в ней важную для меня фразу, которая стартует для меня какое-то очень интересное направление мыслей. Причем не обязательно абсолютно новое, но напомнившее мне о чем-то, что я уже когда-то размышлял, но сейчас хочу это сделать более чатик. Интересно, что слово читать имеет разные производные формы. Например, есть такие интересные слова вычитать и вчитать. Или по-английски там read in, то есть вычитать что-то. Это очень интересный феномен. Вычитать это, когда я беру какой-то текст, достаточно мне может быть известный, и вычитываю в нем какую-то новую идею прямо из текста. То есть я чувствую, что текст для меня открыл что-то такое важное, как бы незаметное на первый взгляд. То есть вычитать это, как бы уже произвести усилие, примерно как выкопать из земли. То есть вычитать, выкопать, примерно можно копать, а можно именно выкопать, то есть когда я нахожу какое-то сокровище, не только материальное в земле, но и смысловое в тексте. В этом смысле Тора является таким прототипом этой идеи, и в Торе можно много чего вычитать, но также и в трудах многих мыслителей, от древних до современных, вот в частности Вахштайн для меня, такой идеальный материал для вычитывания из него каких-то свежих идей. Но есть гораздо более коварное слово «вчитать», или как по-английски read in, то есть «вчитать что-то». В чем его смысл? Тут более тонкий момент. Например, у евреев есть такая вещь, что, у религиозных, что если вы хотите какую-то свою идею сделать более авторитетной, то вы должны найти для нее какую-то опору в Торе. То есть вы должны сказать, что не просто я придумал, а вот в Торе нечто такое есть. То есть в Торе есть какой-то намек, какое-то слово, какой-то сюжет, какая-то мысль, которая потом станет точкой развития или таким зерном, из которого вы выстраиваете свою идею. И тогда вы не просто, она висит, как говорят, вы видите, альблема на ничем в воздухе висит, она опирается на Тору. Теперь, что такое «вчитать»? Это очень интересный момент. Это означает, что вы как бы, уже заранее у вас есть идея, и вы смотрите, где бы ее найти в Торе. То есть вы как бы вкручиваете, вчитываете, вкручиваете в Тору как бы ту идею, которую вы нашли где-то своим путем или у какого-то интересного автора. И тут вы вдруг видите, что в Торе можно как бы вытащить, втащить в Тору, ну то есть, да, то слово «втащить», да, или «вкопать». Вот слово «вкопать» гораздо очень хорошо. Например, если вы берете какой-то саженец, вы его вкапываете в землю, то он потом из земли начинает тянуть, черпать питательные вещества и начинает расцветать, потому что вы его вкопали в землю. То есть можно выкопать просто как бы изначально, а вкопать это значит, что у вас уже есть какой-то саженец, который вы туда вкопали, и он теперь черпает питательные соки из земли. Так вот, Тора в этом смысле тоже уникальный место под солнцем, скажем так, куда можно вкопать свои какие-то идеи, и Тора вам будет для них давать какие-то дополнительные, очень интересные аспекты, концепты, смыслы, ценности и многие вещи. Теперь, что здесь стоит отметить? Что вкопать – это более субъективный момент, и здесь он требует особой аккуратности, потому что можно найти все, что угодно, в чем угодно, и поэтому вкопать в Тору, в смысле, вчитать в Тору можно, какие-то совершенно волюнтаристские вещи, которые, вообще говоря, являются вашим плодом, вашего, может быть, даже не только размышления, но и умысла и провокаций. Ну, например, пару примеров приведу, не моих, но взятых из классики. И, например, когда южноамериканские штаты в большом количестве стали заводить черных рабов, вот, то им хотелось библейского подтверждения, что они делают правильно. Вот, и они нашли сюжет в Торе, где сказано, что у Ноаха было три сына, третий был сын Хам, и у него был там свой сын Кнаан, и сказано там, Хам будет им рабом, Кнаан, там есть разные версии, ну, в общем, короче, и они говорят, что вот Хам, это вот это самый черный, да, и сказано, что будет им рабом, это означает, что мы имеем полное право, так сказать, опираясь на Тору, держать себе в рабстве черных людей. Это, кстати, горячая тема, потому что сейчас, так сказать, эта антиколониальная повестка и раскаяния за рабовладение, оно стало супермодным трендом в западной культуре. И таким образом это можно поссориться с Торой, потому что если считать, что Тора прямо легитимизировала рабство, говоря, что Хам будет им рабом, таким образом можно, с одной стороны, получить опору в Торе, а с другой стороны, получить по голове от современных либералов. Поэтому на самом деле заявлять, что наличие в Торе с фразой, что Хам будет им рабом является легитимизация и рабство, это очень чревато. Или, например, еще более смешной пример, и не смешной, когда один человек, может быть, он специально это сделал, доказал, почему он бросил веру в Бога. И он взял таким образом, говорит, в Торе сказано, и открепится человек от отца и матери, и прилепится к своей жене. А кто первый имел эту инструкцию? Адам. А кто был? У Адама отец и мать в одном лице? Бог, потому что у него не было родителей. Поэтому отлепиться человек от родителей, можно понять, что отлепиться надо от Бога. И таким образом, этот юморист, в чем он делал это специально, чтобы показать, что вчитывать можно и нужно очень аккуратно, и под наблюдением серьезных людей. Что можно из этого даже доказать, что нужно бросать веру в Бога, потому что сказано, отлепиться от родителей, а у Адама родителям был Бог. Поэтому концепция вчитать, она очень радикально опасная. И поэтому там действительно может быть даже там какие-то и фашисты, которые там на пряжках, что-то там про Бога что-то вещали, и американцы, которые пишут, In God We Trust. В общем, эти игры с вчитыванием своих идей и интересов в святой текст, они весьма опасные. Но опасность, это в данном случае обратная сторона возможностей. И поэтому, если вы знаете, как правильно это делать, и вы сами человек, который обладает кристально чистым моральным подходом к жизни, и понимаете, как Тора устроена, то вы можете очень много ценного извлечь из Торы. То есть, глядя на сюжет в Торе, в котором вы вчитали вашу ситуацию, вы можете дальше смотреть, какие детали Тора предлагает. И это вам то, что называется cross-pollination, по-английски или по-русски перекрестное пыление. То есть, Тора вам даст много пищи для обогащения вашей темы, которую вы как бы воткнули как саженец в Тору и получили черпание соков или идей из Торы для вашего проекта, для ваших идей. Но, опять же, как я говорю, что вычитать из Торы это как бы так более-менее безобидно, опять же, в первом чтении. А вот вчитать в Тору это очень сильный, но рискованный ход. Поэтому вчитывать в Торе в Тору это будет важным инструментом для сложного мира, но таким, который требует аккуратности. Кстати, еще интересный момент. Легче вчитывать не просто в Тору, а в недельную главу. В смысле легче. Например, был один из моих сильных моментов, когда была одна из самых больших драм в истории современного человечества, когда польская делегация во главе со всеми своим начальством разбилась на самолете после посещения мемориала в Катыни. И это было как-то очень недоумение. Вроде люди ничего такого плохого не сделали. Хотя кто-то сказал, что может быть там это за то, что они были антисемитами, но это тоже как бы натяжка. Но в целом это было в ту главу, когда говорилось о смерти двух сыновей Аронов Авиавигу. ничем таким явным не проведились, но они были какой-то жертвой. То есть по некоторым мнениям это была такая жертва, которую Бог сделал, чтобы создать правильное открытие храма. Опять же, это очень аккуратно надо с этим разбираться. Но тем не менее вот эта параллель как бы безвременная корчина сына Виарона и падение самолета с всем польским истеблишментом. Это была очень интересная параллель. Вот. И естественно я ее там как бы не вычитал, а вчитал. То есть я как бы искал где бы в Торе найти какую-то опору на эту катастрофу. Вот. И когда это было прямо в текущей главе недельной, это было очень, как говорится, очень мило и очень полезно, потому что удало нам какие-то дополнительные на эту тему размышления. Поэтому жанр вчитать он может применяться много к чему. Вот. Но это как с плодородием почвы. Самая плодородная почва это именно Тора. Потому что сказано, что это как бы божественная книга, которую написал под вдохновением Бога Моисей. Там есть разные версии, кто там был хем в этом написании. Но тем не менее мы как бы прототипом плодородной почвы для вчитывания в нее или всаживания имеем Тору. Но не только. И поэтому много интересных книг, лекций и других материалов являются возможностью для вчитывания. И поэтому если вы интересно научились вчитывать в Тору и при этом обладаете моральными рамками, чтобы не вчитывать туда свои какие-то инсинуации, то вы дальше можете развить этот процесс и не только читая, но, например, слушая на Ютубе какие-то интересные лекции того же Вакштайна или Баумайстера или Дэцюка или еще каких-то интересных людей можете там вчитывать свои какие-то смыслы и черпать потом оттуда параллели и переплетения если бы это вчитывание оказалось для вас плодотворным. Нашел эту фразу в предисловии к комментарию Торы Санчина. Очень интересный комментарий, он достаточно древний, но при этом очень важный и хороший подбор. Вот поэтому когда я там нашел на самом read-in причем в кавычках того, чтобы показать автор редакции показал, что слово вчитать оно является таким условным словом. То есть вычитать это слово более-менее конвенциально, то есть если вычитать что-то может любой человек вчитать это действительно слово комплексное и новодел в смысле что оно создано искусственно, но оно действительно супер важное, то есть если мы знаем что мы можем в Тору вчитать какие-то свои идеи, то это даст нам потрясающие возможности по расширению нашего мышления, нахождению новых идей, поиску новых смыслов и более того вы почувствуете связь с Богом но тоже аккуратно потому что Бог не может вам сказать что вы не правы потому что он не может запретить вам вчитывать в Тору много чего поэтому как я уже сказал тут что важно что например если вы доверяете например если вы доверяете мне я надеюсь то вы можете мои вчитывания в Торе воспринимать позитивно в частности вот я вчера написал текст про Нахаша Змея который был Арум и который означает отременно голый и хитрый и я это вчитал в это дело свою любимую тему что значит голый значит беззащитный потому что одежда это как бы как защитная форм функция есть стены дома и одежда это две разного уровня системы защиты как-то мой дом моя крепость так и одежда тоже защита от всяких влияний в том числе манипулятивных поэтому когда я вчитал в Торе эту идею то я был очень доволен и сделал соответственно интересный материал на ютубе и потом в тексте получится в котором показывает что Тора нам очень хорошо показывает как змей так сказать пользуясь тем что Адам был голый то есть беззащитный к его манипуляциям он его точнее Хаву их обоих соблазнил и как бы провоцировал на нарушение воли Бога поэтому сама эта идея она хорошо завершу ее тем что мы постепенно осваиваем новые виды одежды то есть новые виды защиты от манипуляций и это особенно актуально потому что сейчас провокации манипуляции это прямо базовое состояние политиков которые таким образом пытаются мир втянуть в свои интересы вот сейчас появилась Камала на месте Байдена и демократы будут на Камалу навешивать все интересные вещи чтобы втянуть всех в голосование за нее и поэтому у нас в Америке намечаются интересные змеевые игры и поэтому нам нужно быть очень аккуратным чтобы не вешать лапши на уши как например недавно рассказывали как там Байден он лично занимался обменом пленными он наверное занимался но как бы демократы из этого сделают большое дело чтобы раздуть заслуги и там Камалу приписать она там с кем-то общалась с премьер-министром Словении в общем короче говоря вам там будут втирать то есть слов читать если так же выражение втирать мозги то есть поэтому будьте бдительны и используйте инструменты для того чтобы не попасться на разводку которую вам будут втирать местные умельцы поэтому подведя итог вторую действительно можно много вчитать это требует аккуратности но при этом позволяет нам обогатить себя божественным знанием при условии что оно будет под наблюдением ответственных людей спасибо всем до встречи